Автор Грабенко Зинкевич Евстигнеева. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. Многие родители часто задают себе и специалистам вопрос. Когда начинать учить ребенка? Одни говорят, еще в утробе матери. Другие, не учите вообще, школа научит. Третьи, посоветуют отдать вашего любимца в руки грамотных специалистов, как только он начнет ходить и говорить. Сделать выбор непросто. Давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Действительно, ребенок начинает познавать мир, находясь в утробе матери. Причем, учеными установлено, что основой этого процесса является тактильная чувствительность. Недаром говорят, кожей чувствуем. Появившись на свет, он активно исследует окружающий мир. Собственно, это и есть процесс самообучения. Может, все чаще вам приходится слышать от специалистов фразу «Главное, ребенку не мешать». Как не мешать? Чем я могу ему помешать? Задаете вы себе вопрос. Оказывается, помешать можно, если подходить к ребенку со взрослыми мерками. Как же этого избежать? Давайте понаблюдаем за нашими детьми. Они тянутся к ярким и далеко небезопасным предметам. Могут запустить обе руки в тарелку с манной кашей и с большим удовольствием размажут ее по себе, столу и любимому родителю. Им нужно все попробовать на зуб. Но главное, их просто тянет к тому, что нельзя. Безусловно, все это доставляет взрослым множество хлопот. Ему вынуждены, как заботливые родители и педагоги, ставить перед ребенком череду запретов. Так кирпичик за кирпичиком растет и крепнет стена плача, отделяя и отдаляя миры ребенка и взрослого. Как же сохранить связь между нашими мирами? Предоставить ребенку возможность и право развиваться в собственном темпе, направлять неограничивая. Давайте отложим на время эти вопросы и обратимся к ребенку, живущему внутри каждого из нас. Наверняка ему хочется творить что-то свое, ломать, чтобы почувствовать силу, но при этом чувствовать себя защищенным. Эти желания могут реализоваться в играх с песком. С каким упоением дети варят супы и каши из песка и кормят ими всех подряд кукол, вас, гостей. При этом они часто повторяют услышанные от вас реплики. «Чтобы съел все до конца! Я так старалась!» Здесь много витаминов. Ложку за маму, ложку за папу. Именно на песке строится первый в жизни дом. Сажается дерево, создается семья. Все это — мир ребенка, в котором он чувствует себя защищенным, где ему все близко и понятно. И это отражение нашего взрослого мира. Теперь, наверное, вам легче будет ответить на вопрос, когда и как начинать обучение ребенка. Быть может тогда, когда вы интуитивно почувствуете готовность подключиться к процессу его саморазвития. Надеемся, что наша книга поможет вам в этом. С уважением, авторы. Ведение Просто сыграем, как делают дети. Что вне игры, то для них мишура. Это сладчайшее дело на свете. Общая наша игра. Кто из нас в детстве не играл в куличики? Ведерко, формочки, совок. Первое, что вы приобретаете ребенку. Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице. Это традиционные игры с песком. Мы с вами посмотрим на возможность использования песочницы с другой стороны. Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира. При этом мы еще и врачуем собственную душу, усиливая своего внутреннего ребенка. Сегодня многие детские учреждения имеют ванночки для песка и воды. Но как оптимально использовать, их мало кто знает. Интересно, что интуитивно педагоги подошли к таинству песочной терапии, в основе которой лежит спонтанность. Принцип терапии песком был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. Быть может, естественная потребность человека возиться с песком, и сама его структура подсказала великому Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют любимую нами песочную массу. Многие психологи видят в отдельных крупинках символическое отражение автономности человека, а в песочной массе – воплощение жизни во Вселенной. Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты-парапсихологи утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. Игра с песком, как консультативная методика, была описана английским педиатром Маргарет Лаффенфельд в 1939 году. В игровом помещении, созданного ею Лондонского института детской психологии, она установила два цинковых подноса, один наполовину наполненный песком, а другой – водой и формочки для игры с песком. Игрушки жили в коробке. Маленькие пациенты института использовали игрушки в игре с песком, а коробки с песком они называли миром. Поэтому Лаффенфельд назвала свой игровой метод мировой методикой. Формированием концепции песочной терапии, или Сент-Плей, занимались в основном представители юнгианской школы, например, швейцарский аналитик Дора Калф. Однако, для обучающих целей уникальные возможности песка до недавнего времени практически не использовались. Чтобы заполнить этот пробел, нами создана система песочных игр, направленных на обучение и развитие личности в целом. Основные принципы игр на песке. Первое. Создание естественно стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. Для этого мы подбираем задания, соответствующие возможностям ребенка, формулируем инструкцию к играм в сказочной форме, исключаем негативную оценку его действий, идей, результатов, поощряя фантазию и творческий подход. Второе. Оживление абстрактных символов, букв, цифр, геометрических фигур и прочее. Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка происходящим. Третье. Реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное и наоборот. Например, оказавшись в роли спасителя принцессы, ребенок не просто предлагает выход из ситуации, но и реально разыгрывает ее на песке с помощью миниатюрных фигурок. Так он на деле убеждается в правильности или ошибочности выбранного пути. Что нужно для игры в песок? Что нужно для игры в песок? А нужно, в сущности, так мало. Любовь, желание, доброта, чтоб вера в детство не пропала. Простейший ящик из стола покрасим голубой украской. Горсть золотистого песка туда вольется дивной сказкой. Игрушек маленьких набор возьмем в игру. Подобно Богу мы создадим свой мир чудес, пройдя познание дорогу. Первое. Водонепроницаемый деревянный ящик. Если вы будете заниматься с детьми в малой группе 3-4 человека или индивидуально, его размер 50 на 70 на 8 сантиметров. Такой размер ящика соответствует оптимальному полю зрительного восприятия. И это позволяет охватывать его взглядом целиком. Песочные терапевты любовно называют ящик с песком под носом. По бокам он может быть снабжен ручками для удобства транспортировки. Лучше, если поднос будет именно деревянным. Это облегчит перенос песочного опыта в реальную деятельность. Однако не беда, если ваш ящик будет из другого материала. Для занятий с большими группами детей потребуется ящик значительно большего размера. Внутренняя поверхность подноса, дно и борта окрашивается в синий или голубой цвет. Таким образом, дно подноса будет символизировать воду, а борта – небо. Второе. Чистый просеянный песок. Некоторые его даже прокаливают в духовом шкафу. Он не должен быть слишком крупным или слишком мелким. Песком заполняется меньшая часть ящика. Для песочных игр лучше, если он будет влажным. Таким образом, песок задает символическую линию горизонта. Третье. Коллекция миниатюрных фигурок. Высотой желательно не более 8 см. В набор игрушек могут войти Человеческие персонажи Здания, дома, школы, церкви, замки Животные Домашние, дикие, доисторические, морские Машины Сухопутные, водные, космические, боевые Растения Деревья, кусты, цветы, овощи Постройки Мосты, ограды Ворота, порталы, загоны для скота Естественные предметы Ракушки, веточки, камни, кости Символические предметы Источники для загадывания желаний Ящики с сокровищами Драгоценности Сказочные герои Злые и добрые Живая зелень Флаконы из-под духов Гаечки, болтики Пластиковые или деревянные буквы И цифры Различные геометрические фигуры Словом, все, что встречается в окружающем мире Может занять достойное место в вашей коллекции Сбор оборудования для игр Не будет для вас обременительным Так как сегодня каждый ребенок поможет вам в этом Фигурками из киндера сюрприза Деталями конструктора И прочее Если для занятий не хватит каких-либо фигурок Образов Их можно вылепить из пластилина, глины, теста Вырезать из бумаги Теперь у вас есть все, чтобы отправиться вместе с ребенком в увлекательное путешествие по стране песочных игр Первая глава нашей книги посвящена обучающим играм Они облегчат процесс обучения ребенка чтению, письму, счету и грамоте Вторая глава поведет вас в страну познавательных игр С их помощью дети узнают о том, как многогранен наш мир Познакомиться с историей своего города Историческими героями и событиями В третьей главе описаны проективные игры Вы узнаете о том, что делает бессознательное, когда ребенок играет с песком Откройте потенциальные возможности ребенка Увидите творческий полет его фантазии Шагнете вместе с ним в детский мир Научитесь вместе с ним сочинять и разыгрывать сказки И так в путь